Кстати, есть вопрос, а как здоровье себе заказать, если есть проблемы? Очень частый вопрос, отвечаем. Друзья, со здоровьем интересная вещь. Здоровье вообще заказывается точно так же, как погода над головой. Заявляя себе «я здоров», то есть на ту область, где у вас есть какие-то нюансы, и, допустим, там кальнула, потянула, как-то себя обозначила, надо внутренним взором в это место зайти и заявить. О, восстанавливается. Это один способ. Но здесь важно удерживать свое внимание именно к позитиве и на слове «восстановление». То есть, знаете, как вот прям вот четко это осознать внутренне, что это место восстанавливается. Мы уже во многих видео показывали и рассказывали о том, что любая болезнь – это напряжение, это стресс. И когда вы думаете какую-то мысль, она все время чик-напрягает, чик-напрягает, чик-напрягает. И все время одно и то же место. И там появляется сначала боль, то есть тело заявляет, «Эй, обрати на меня внимание», «Эй, обрати внимание на свои мысли». Помните, такие в добрые времена, сейчас, конечно, лучше, они добрее стали, но были врачи, я просто вот девчонка, помню, у нас приходила Нина Петровна и говорила, «Три дня постельный режим». Меня, значит, укладывали, я, конечно же, бежала, у кого маленькие дети знают, да, температура 38, все, им бежать надо 40, ну ладно, полежу. Но нам тогда недообъяснили, зачем эти три дня постельный режим. Сейчас все пазлики так складываются. Кто занимался йогой и знает, там есть такая асана, шавасана, мы ее в доме называем матрасана. То есть мы не так, чтобы сильно продвинутые в этой области товарищи, но нам нравятся многие вещи, которые дает йога, да, йога и советская зарядка. Это шедевры. Так вот, три дня постельный режим – это чтобы человек восстановил энергию. И то есть когда вы ложитесь в горизонтальное положение, у вас начинает стабилизироваться все. Три дня – это чтобы вы расслабились. Три дня – это чтобы вы осознали что-то, приняли, подумали или хотя бы забыли о каких-то ваших обидах, претензиях. Потому как любая болезнь, любая болезнь – это обиды, претензии, от них стресс и напряжение в теле. Если вы долгие годы были в одном и том же, то, соответственно, это начинают… Как болезни называют, когда у людей долго? – Хронические. – Хронические. Я к этому отношусь как хронические мысли больные. Те, кто с нами на будилке, наверняка заметили, они просто делали будилку, просто будилку делали. Они даже не задумывались на тот момент про здоровье. Но у многих стабилизируется давление, уходят головные боли. Не у всех. Не у всех, дорогие мои. Потому как некоторые будилку делают как математическую задачку, решил, выбросил, пошел дальше. Нет. Это реально осознание, умение слышать себя, чувствовать. То есть это великий большой комплекс. То есть подумать, а я-то как? Я-то где? То есть нам очень легко пальчиком тыкать в кого-то. Вот они такие, это все из-за них. Это потому что они меня довели. Они меня вечно бесят и раздражают. Нет. На самом деле этим занимаетесь лично. Вы лично для себя. Вы себя бесите, вы себя раздражаете, вы придираетесь. Вы свое внимание направляете на склоки, обиды, высказывания. Вместо того, чтобы свое внимание просто направить на любовь. На любовь. Я знаю, что сложно понять это слово, когда внутри непринятие, когда внутри ненависть, когда внутри желание управлять, чтобы делали по-вашему или еще что-то. Но по-вашему можете делать только вы сами. И любую болезнь вы по-вашему образу и подобию создаете сами у себя. Ну, скажу так. У кого нет способности пока еще, навыка и умения концентрировать свое внимание, друзья мои, пожалуйста, для вас есть врачи. Будьте благоразумны. Все-таки мир позаботился о тех, кто не может концентрировать пока свое внимание, пока не может управлять своими мыслями, пока не может осознавать сам себя. Есть таблетка аспирина. И если у вас жуткая головная боль, в этот момент вряд ли вы можете как-то что-то изменить и помочь, потому как эта боль уводит вас от всего остального в жизни. Выпейте таблетку. Ну, для начала выпейте ее. Только нюанс в том, когда вам полегчает, задайтесь вопросом, почему это со мной происходит, почему это у меня болит, а как сделать так, чтобы это перестало болеть, просто задав вопросы такие себе. В какой-то момент вы где-нибудь на ютубе, у друзей услышите, как можно иначе, как можно без таблеток, как это можно. И ваш ум после заданных вами вопросов, он будет очень четко слышать и брать информацию, и доносить ее до вас. Ну, и тогда постепенно вы приведете себя, свою голову в порядок, да, и здоровье будет всегда с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok